здрасте вам я а его нету он-то он завтра будет сказал мне что завтра будет всем добрый день добрый день уважаемые коллеги начинаем очередное заседание нашего семинара как мы уже говорили в прошлый раз у нас постепенно складывается новый формат а именно доклады которые идут тематическими сериями но пока эти серии достаточно короткие но мы рассчитываем что в перспективе они могут оказаться длиннее просто в результате того что в нашем сообществе возникнут возможно какие-то новые формальные неформальные связи которые позволят как-то объединять усилия обсуждать более широко и более конкретно определенной тему исследований в прошлый раз мы говорили о природных пожарах детектирования параметрах доклад гене ивановича пономарева из красноярска и в этот раз мы заканчиваем эту тематическую серию докладом гене иркач лупяна представлениях он не нуждается в этой аудитории я только хочу сказать что у него заявлен еще содокладчик дмитрий вислав еще лозин аспирант мгу ну вот собственно мы все с нетерпением ждем когда основной докладчик нам присоединиться он обещал это сделать буквально через одну-две минуты московские пробки не дают возможности начать слишком рано он уже где-то в ике сейчас подойдет поэтому я предлагаю немножко подождать буквально одну-две минуты мы наверное снова выйдем на связь как только докладчик появится появился основной докладчик тогда сразу ему слово уважаемые коллеги приношу свои извинения некоторую задержку но сегодня у нас продал как бы такое логическое продолжение тематики которая была затронута на прошлом соответственно семинаре это вопрос о возможности использования информации интенсивности горения получаемые на основе скутников данных для оценки различных характеристик природных пожаров значит этот доклад готовили мы вместе с дмитрием лузиным он аспирант мгу соответственно но в работе реально конечно принимала участие гораздо больше наших коллег но с точки зрения уже евгений иванович пономарев говорил для каких задач обычно используются данные об интенсивности горения но собственно по физике вопроса соответственно интенсивно и чем интенсивнее горение тем можно ожидать больше повреждения соответственно лесного покрова ну и не только растительного вообще покрова но и с этим будут связаны выбросы объема выбросов разных соответственно загрязняющих веществ в атмосферу ну и естественным образом что интегральная информация которая получается при наблюдении вот конкретных пикселов она также зависит и не только от интенсивности но и от площади пройденной огню соответственно ну вот в нашем докладе мы больше ну там будем останавливаться на двух вопросах связанных с соответственно оценкой степени повреждения растительного покрова и оценкой площади пройденных огнем вот и в этом направлении достаточно много работ но и мы попытаемся рассказать что было сделано в последние годы у нас в этом направлении но я буквально пару до кратко остановлюсь а вообще там на физике вопроса собственно как оценивается интенсивность горения но собственно у нас ситуация какая по идее мы все что происходит при горении как бы почти вся энергия которая как бы так сказать выделяется она так или иначе должна излучаться и мы должны значит оценить эту интегральную энергию соответственно которая излучается в разных диапазонах длин волн но соответственно когда мы наблюдаем горение мы естественно не можем наблюдать весь спектр мы наблюдаем только в каких-то конкретных диапазонах а по хорошему нам нужно получить интеграл который всего излучения во всем диапазоне соответственно в котором излучает пожар но вот надо сказать что есть такая замечательная работа в устера и значит вот тоже сотрудник института космических исследований жукова с коллегами в котором они значит разобрали такой очень хороший момент в котором котором показали что на самом деле если мы берем канал 4 микрона то соответственно в нем зависимость и излучение от температуры она соответственно ведет себя практически для температур которые характерны для горения то есть это от 600 до 1500 градусов кельвина значит вот в таком диапазоне с хорошим приближением соответственно на зависимость излучения от температуры она просто соответственно ведет себя как т4 а это значит что соответственно фактически излучение в этом соответственно диапазоне пропорционально то есть интеграя ну а интегральное излучение как известно тоже пропорционально т4 и таким образом получается что мы можем грубо говоря считать зависимость что мы смотрим в достаточно узком диапазоне и излучение пропорционально интегральному излучению которое идет от соответственно горящего объекта ну соответственно дальше вопрос там нахождение разных там коэффициентов и разных соответственно как бы так сказать схем оценки пересчета излучения излучения в конкретном диапазоне в интегральное излучение значит появлю всем известен достаточно хорошо и долго существующий соответственно термин фрп на самом деле вводились разные определения как определять соответственно такую эмиссию по-разному они назывались вот здесь соответственно первым некое определение ввел кауфман потом соответственно в первых работах в устера значит этот термин назывался fire radiation energy ну и потом уже позднее появилась но вообще говоря есть некоторая путаница в всяких терминах потому что одними и теми же характеристиками но одними и теми же сокращениями называют там вот фрп фре е иногда одно и то же иногда разные вещи то есть вот мы попытались свести в таблицу значит вот есть поток энергии который иногда называются считается что это фрп фр е или е значит есть интенсивность горения на единицу площади тоже в тех же самых используются названиях но есть интегральный поток но он иногда умеряется в ваттах иногда в джоулях это в джоулях обычной фр е но вот мы предлагаем так для определенности значит вот синим фрп считать поток энергии который измеряется в ваттах фр е поток энергии который в джоулях и соответственно важная тоже характеристика это поток от единицы площади его нас предлагается называть фрп с и вот этим вот этими терминами мы будем оперировать в докладе значит вот с точки зрения того как сделать разные оценки соответственно фрп есть ну фрп фр е фр п с значит есть достаточно много там работ вот основные из этих работ соответственно вот они приведены на слайде но и есть наиболее известные на самом деле есть еще там варианты оценок соответственно я не буду останавливаться на том как они там получаются значит первая оценка это оценка кауфмана как надо от температуры поверхности от темпер измеряемой температуры пересчитывать в фрп и вторая оценка вот как бы в той работе в устарожукова которую я уже упоминал значит и вот именно по второй оценке соответственно сейчас оценивается стандартный продукт фрп для данных получаемый прибором модис значит соответственно l это поток но фактически это соответственно температура в четвертой степени собственно пикселов которые наблюдаются горения и l с чертой это температура бэкграунда которая считается вокруг по соответственно пиксела горения чтобы вычислить лишнюю соответственно там энергию тут есть конечно как бы некие некоторые вопросы потому что если ну и считается и то и другое как четвертая степень температуры но если про температуру которая соответствует горению она действительно пропорциональна четвертой степени то вот соответственно бэкграунд и поток который идет ну как бы из бэкграунда не горящего он вообще говоря не пропорционирует национальной четвертой степени но в общем с другой стороны обычно этот поток сильно меньше и как он оценивается это уже там такие как бы там детали но в любом случае надо вот как-то оценить соответственно то что идет от негорячих участков пиксела или отраженного излучения потому что канал в общем ну как бы в нем есть и отраженное излучение и поглощенное и собственное излучение поверхности ну вот эта формула используется для получения стандартного продукта фрп по данным модис значит дальше собственно возникает вопрос связи зависимости фрп или фрпс с повреждением ну растительности в частности повреждением лесу соответственно то что такая связь но интуитивно кажется что она должна быть это соответственно понятно из физических соображений есть масса работ на эту тему соответственно в том числе работы вот евгения ивановича паномарева о которых он рассказывал в прошлом на прошлом семинаре которые посвящены данной проблеме ну и всегда одной из там основных проблем при построении зависимости степени повреждения лесов соответственно от интенсивности горения проблема всегда возникает в том во первых где взять достаточность и объеме информации в разных условиях о степени горения и степени повреждения лесов и как ее сопоставить с интенсивностью понятно что на самом деле следует ожидать что собственно все зависимости они не могут быть одни на все случаи жизни потому что горит в разных условиях соответственно горит разного типа там растительность разные структуры поэтому зависимости по большому счету может быть много и поэтому нам надо знать во первых сколько энергии это понятно то есть фрп соответственно что горит когда горит и соответственно что горит и тогда можно вот этот вопрос тщательно разобрать но чтобы это тщательно разобрать нам нужно достаточно много информации в разных условиях и вот ситуация у нас сложилась в какой-то момент достаточно хорошая в том плане что у нас с одной стороны накоплена сегодня информация о горении соответственно то есть о всех точках которых наблюдалось горение за период с 2001 года то есть начало работы прибора модис на спутники терра по настоящее время это примерно 6 и 7 миллионов горячих точек эта информация покрывает всю территорию россии она очищена от соответственно всяких ну как бы неприродных пожаров от антропогенных источников и более того у нас кроме этой информации имеется информация о соответственно типе подстилающей поверхности это ежегодно обновляющая карта растительности которая сделана на основе технологии разработанных в эти вот ссылка как бы так сказать подробно об этом можно почитать по выделенной ссылке и вот такой достаточно большой доступный хороший набор данных да и еще следует сказать что это однородный набор данных коллекции 6 соответственно прибор моде прибора модис то есть это ну это не то что в одни годы используются одни типы данных как бы по одному обработаны другие другие это однородный ряд данных вот с другой стороны у нас есть соответственно информация о пост пожарных повреждений лесов которая сделана на основе технологии тоже разработанный в эти вот ссылка соответственно на работу о том как это соответственно восстанавливается это тоже однородный ряд данных ежегодно обновляющиеся как и карты растительного покрова этот ряд данных есть с 2006 по 23 год на сегодняшний день вот и соответственно в тех местах где наблюдаются повреждения но там разные есть характеристики на в этом продукте но в частности есть информация вот так называемый средние скс это средневзвешенная категория состояний вот но фактически это пять уровней повреждений лесов от слабых повреждений до гибели вот значит с точки зрения этой базы данных это 15 миллионов точек в которых были обнаружены повреждения лесного покрова но соответственно почему их больше этих миллионов там соответственно просто потому что для вот этой карты используются данные если для пожаров используется данные километрового разрешения здесь данные соответственно 250 метрового разрешения тоже вся эта информация покрывает всю территорию покрытую лесами в россии вот то есть объемы собственно вот информации для сопоставления у нас такие большие уникальные вот однородные ну и собственно это такой вот такая возможность нас сподвигло все-таки попробовать решить задачу сопоставления информации о повреждениях с интенсивностью горения вот и такую работу мы начали там наверное года четыре назад и соответственно она в прошлом или уже в позапрошлом году была опубликована вот я кратко расскажу что собственно делалось значит ну собственно какие проблемы соответственно есть значит с точки зрения горения мы имеем с точки наблюдения в каких-то отдельных точках при этом можем иметь наблюдение в разные моменты времени в одних и тех же точках то есть это грубо говоря наблюдение во время с точки зрения данных о повреждениях то есть вот эти карт как бы скс мы имеем соответственно карты повреждение растительности по всей территории россии но единовременно на грубо говоря завершение года строятся такие как и таким образом мы должны соответственно совместить информацию меняющуюся во времени с информацией вот так сказать уже зафиксированы и для того чтобы это сделать мы пошли по такому пути мы стали делать для каждого пожара так называемый пост пожарные карты фрп 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 ну на самом деле фрпс я чуть позже ниже скажу почему фрпс вот значит из следующих соображений что для каждого вот у нас есть там конкретный пожар в каждом пожаре значит он действовал какое-то время в каждой точке могли возникать в разные моменты времени разные фрпс но значит мы берем в каждой точке весь набор имеющихся фрпс и в финальную карту ставим максимальная фрпс из соображений что если в какой-то момент в этой точке как бы горела с максимальной интенсивностью то собственно вот и погибнет столько сколько соответствует именно этой максимальной интенсивности да еще погибнет до того или после того как бы может быть при горении с меньшей интенсивности но вот максимум интенсивности он определит собственно процент гибели растительности в этой точке вот ну и естественно как соответственно я говорил по большому счету мы все понимаем что вот эти связи интенсивности горения они с гибелью по большому счету зависит от того что что именно горит и когда горит поэтому мы должны еще иметь соответственно возможность каждую точку вот где происходило горение то есть вот соответственно финальную карту max фрпс еще про аннотировать на какой территории это горело но это про и достаточно простая задача используя вот соответственно карты растительного покрова на год горения соответственно происходит такая аннотация то есть мы имеем набор тогда точек входящих в карты max фрпс про которые известны когда горела что горела вот и вот эти данные можно уже совмещать с данными о соответственно повреждения то есть категории состояния но это вот я уже рассказал как строится соответственно собственно карты максимальных фрпс естественно это строится там не руками это автоматизированная процедура которая позволила нам создать такие карты соответственно макс фрпс на период ну на сегодняшний день у нас есть набор данных с 2001 по 23 год 2023 год таких данных но для построения зависимости мы использовали по моему по 21 вот это ниже будет значит ну и вот как это соответственно выглядит значит вот так выглядит характерная карта соответственно максимальный фрпс ну и почему соответственно максимальные используются именно карты потока с площади они интегрального потока от пиксела потому что но действительно вот когда мы используем там например пытаемся считать поток с площади это более корректно привязанная информация к точкам которые которые могут быть получены по разным соответственно наблюдениям потому что когда мы берем чистый фрп это поток от целого пиксела и он считается он большой например для пикселов там большого размера там пикселы могут быть от километра до шести километров и меньше соответственно для пиксела там километра но а большие пикселы еще покрывают территорию реально которая не горела вот и видно что если мы строим карты макс симального фрп то вся детальная структура как бы так сказать горения она большому счету замыливается вот поэтому мы работаем далее в терминах фрпс вот но вот это просто чисто визуально как соотносится карты соответственно максимальных фрпс и вот карты скс тут ну наверное мы не очень хорошо подобрали расцветку скс но так видно что там в тех местах где фрпс выше там в общем в основном и выше скс вот но конечно визуально это не вопрос сравнивания а дальше нам надо построить вот разные как бы зависимости в разных условиях между данными о повреждениях скс и соответственно данными по картам макс фрпс вот но тоже вопрос такой достаточно становится техническим то есть построили карты взяли как бы так сказать все пикселы посмотрели сопоставили их с сксом в этом пиксели и в зависимости от и дальше задача у нас такая значит получить вероятность повреждений которые могут наблюдаться при каких-то фрпс а в разных условиях то есть и видно на самом деле вот на этом слайде но и сейчас ниже будет видно что вероятность повреждения при достижении конкретного скс она зови ну вероятность гиби вот вернее вот то что здесь показано это мы берем это кривые вот одна из задач было это построить кривые с какой вероятности появляется 5 и 4 класс скс а то есть это места где произошла гибель при разных фрпс вот ну и вот все начинается с того что мы ну началось того мы сначала исследовали вопрос а как соответственно распределены наблюдаются какие фрпс и в разных классах соответственно гибели но видно что первый второй класс там на самом деле они здесь объединены это меньше с фрпс и ну а пятый класс где полная гибель лесного покрова а он сильно там смещен вправо на более соответственно большие фрпс но что еще как бы вот по этим распределением можно сказать что по большому счету вот гибель ну как достаточно много работ они были ну по крайней мере на первых этапах там всяких этих анализов посвящены тому что давайте построить поставим какой-то порог выше которого по фрпс происходит полная гибель они же гибели нет на самом деле вот по этим распределением хорошо видно что вообще такой пороговый метод работать не будет ну на самом деле не что гибель есть при фактически любом соответственно значение и фрпс соответственно фрпс то есть при любой интенсивности горения это на самом деле связано с отчасти с тем что может гореть не весь пиксел там но интенсивно оцениваем из соответственно интегральность пиксела и может просто чисто физически связано что все равно что-то повреждается у растительности критическая и какая-то часть растительности все равно гибнет вот и поэтому собственно нам надо строить какую-то вероятностную модель оценки гибели соответственно откуда и возникает соответственно потребность построить зависимости вероятности гибели то есть это что будет наблюдаться при конкретном фрпс но мы считали и отдельно и для четвертого класса и для пятого класса будет появляться какой-то класс гибели ну вот здесь приведены примеры соответственно зависимости от фрпс по годам в разные года как так сказать соответственно мы получаем чуть разные зависимости в зависимости от интенсивности но средняя вот зависимость которая такая средняя по больнице она она вот справа на графике ну на самом деле к вопросу почему в разные года мы получаем разные соответственно зависимости он достаточно там понятен потому что в разные годы горит в разные в разных местах то есть горит разный лесной покров более того горит покров в разные моменты времени вот ну и поэтому интегрально погоду ну вот эти кривые могут ну существенно не существенно но достаточно сильно меняться теперь чтобы все таки как-то это все разложить есть два момента на самом деле это известные достаточно факты что гибель от пожаров соответственно весной от весенних пожаров и гибель от летних пожаров она разная но и вот мы соответственно по всем годам разделили сезоны и получили соответственно кривые вероятности гибели но видно что вот справа соответственно у нас гибель от лесных пожаров соответственно летом она существенно выше чем весной ну физически это понятно объясняется весной в основном низовые пожары которые не затрагивают соответственно лес при этом гореть может большая территория гореть интенсивно ну а гибели при этом не наблюдаться то есть у нас есть теперь такие зависимости как будет гореть в зависимости от сезона но дальше возникает вопрос тоже как горит зависимости от типа растительности вот мы построили построили тоже такие но поскольку статистики как вы понимаете у нас было более чем достаточно мы построили такие зависимости для разных типов соответственно лесов но по-хорошему конечно можно сказать что это надо было построить еще по каким-то зонам что леса в разных зонах тоже горят по-разному ну начали с типов лесу но и более детально вот типы значит теперь разделили еще отдельно леса на данные на зиму весну осень и построили зависимости соответственно для разных типов основных но сводных лесов соответственно весенние и осенние и видно что действительно они сильно достаточно отличаются и соответственно если их не учитывать результаты можно оценок получить очень разные вот значит дальше возникает вот теперь такая информация у нас есть дальше возникает вопрос как используя такую информацию получить площадь гибели лесов от соответственно пожаров зная интенсивность горения зная фрпс вот ну и был ну основная вот схема как это получается на самом деле логика такая мы просто в каждой зная уверена на самом деле все в %. зная соответственно тип растительности зная для этого типа зная время то есть как окуму это весенний или летний пожар соответственно зная фрпс в конкретной точке мы говорим что используя вот кривые которые были выше мы говорим что в этом пикселе сгорел такой процент территории, и этот процент относится к такому типу леса. Но все это там суммируем, получаем интегральные оценки погибших насаждений. Их, естественно, можно суммировать на разные типы территории, за разное время, на разные сезоны. В общем, тут возникает масса всяких возможностей, чем мы дальше и пользовались. Но при этом надо понимать, что вот эти карты FRPS, которые мы строили, мы эффективно их переводили в размеры пиксела 250 на 250 метров, чтобы совместить с SKS. Но надо понимать, что информация получена на данных разрешения километров. И внутри этих пикселов, по большому счету, может быть лес, а может быть и не лес. И если мы говорим о повреждении лесов и оцениваем, соответственно, повреждения леса, то, конечно, суммируя вот эти вероятности сгоревшие, еще было бы правильно еще к этому делу добавить процент леса в анализируемой пиксели. Но для этого мы используем маску Хансона, ну и проводим такую коррекцию. То есть, соответственно, насколько улучшается коррекция после маски Хансона, вот она, так сказать, тут, соответственно, приведена для разных годов. Ну, видно, что маски с коррекциями мы корректируем и SKS, мы корректируем и FRPS сами. Ну, они, так сказать, не то, что кардинально меняют картину, но, в общем, и в целом ее, безусловно, уточняют. Вот. Ну и дальше мы, как бы вот, используя такую схему, решили, ну, проверились, соответственно, а насколько, как бы так сказать, оценки, получающиеся по вот этим кривым, которые мы получили, зависимости FRPS по SKS, отличаются от оценок, которые получаются непосредственно по данным SKS. Ну, в принципе, зависимости, ну, по крайней мере, все особенности практически одинаковые, но это еще, соответственно, зависимость, полученная без коррекции с помощью маск Хансона. А вот это уже, соответственно, коррекция, которая с масками Хансона, она, соответственно, еще лучше. То есть, по большому счету, мы разными способами получаем одинаковый результат, и, наверное, можно верить, что мы правильно, как бы так сказать, откалибровали там вероятности, и этим инструментом можно пользоваться. Ну, и вот мы этим инструментом начали пользоваться достаточно активно, выполнили несколько работ, и вот сейчас я кратко расскажу про примеры этих работ. Значит, ну, первое, это, конечно, значит, как вы обратили внимание, мы данные по повреждениям имеем с шестого года, а, соответственно, данные о горении имеем с 2001 года. И, естественным образом, такой вопрос возникает, соответственно, все-таки желание расширить это все на весь период. Ну, вот эта вот вся оценка с 2001 по 23 год, то есть, соответственно, сделанная. Причем, надо сказать, что вот эта оценка по интенсивности горения, она достаточно технологична и делается, ну, фактически ставится на поток. Об этом я потом скажу. И в этом плане, как бы, обрабатывать ряд достаточно оперативно, то есть, мы видим, сезон там закончился, в конце сезона мы тут же получаем, как бы, ответ, первую оценку, как бы, так сказать, по ФРПС. Она, может быть, там, в чем-то хромает от СКС, а мы воспринимаем ее как первичную оценку, но она достаточно правдоподобна, и все особенности поведения, гибели, на наш взгляд, отражает. Но мы видим, что вот за, соответственно, 21 век мы наблюдаем, на самом деле, в общем, значимый рост гибели лесов от пожаров, соответственно, хотя, надо сказать, что еще в 21 году казалось, что этот рост гораздо круче. В два последних негорючих года, 22-23, они, вот, как бы, так сказать, сбалансировали эти страхи. Рост есть, но не критический. Второй вопрос, как бы, там, который, для чего мы сразу, как бы, так сказать, попытались применить эти данные, это расширение не только, как бы, так сказать, временного диапазона, это расширение, соответственно, диапазона, ну, как бы, пространственного. Дело в том, что, соответственно, как я говорил, получение повреждений, вот, которые СКС на основе данных о повреждении растительности, это достаточно такой трудоемкий процесс, вот, и мы его сегодня, такие данные получаем только по территории России. Но, с другой стороны, если мы, как бы, получив кривые зависимости повреждений от интенсивности горения будем применять в похожих условиях, как на территории России, то, наверное, мы получим более-менее адекватную оцену. Поэтому мы просто взяли и применили такие подходы к, соответственно, анализу циркомполярных, ну, северных лесов, ну, то есть, всех лесов, которые выше 60-го градуса и выше полярного круга. Ну, во-первых, мы видим, что меняется некое, соответственно, распределение пожаров в разные десятилетия, то есть в десятилетия с 2002 по 2011 год и с 2012 по 2021 год. Значит, кроме этого, мы, естественно, разделили все эти и сделали интегральные оценки площадей погибших в разных странах, и, соответственно, понятно, гибнет в разные годы, гибнет, собственно, анализировались Россия, Штаты, Канада и Европа. Но в Европе просто площадей гораздо меньше и меньше пожаров, а, соответственно, вот вывод, который можно сделать про, соответственно, пожары в Соединенных Штатах, Канаде и у нас, но вот каких-то принципиальных различий в гибели, ну, да, происходит в разные годы, но колеблется примерно в одних, соответственно, диапазонах, северные или именно вот на территории северных лесов. И главный процент гибели, соответственно, как ни странно, вот этот правый нижний график, для России долгое время процент гибели лесов от пожаров был заметно ниже, чем, соответственно, для Штатов и, соответственно, Канады. В этом плане, и он даже приближался к такому проценту гибели, ну, европейскому. Ну, надо сказать, там, в Европе, поскольку пожаров мало, с ними хорошо борются, и как раз процент гибели – это до какой-то степени характеристика того, как с пожарами борются. Ну, и, соответственно, вот можно, наверное, было считать, что до 2010-2011 года у нас боролись вполне прилично, ну, а дальше вот как-то в северных лесах, ну, мы стали абсолютно похожи на Штаты, Канаду. Вот. Ну, вот такие данные мы тоже там получили с помощью созданного метода. Вот. Ну, это то же самое, соответственно, это просто то была зона за полярным кругом, а это фактически то же самое, то было за 60 градусами северной широты, а это, соответственно, за полярным кругом. Но за полярным кругом это уже практически везде неохраняемые территории. Вот. Примерно, как бы, так сказать, у всех все ведет себя более-менее одинаково, с тем исключением, что просто в Европе территория меньше и площадь меньше. Ну, вот те выводы, которые, как бы, так сказать, я уже в том или ином виде озвучил, соответственно, ну, и опять же то, что хорошо, что нам данный вот метод позволил достаточно легко расшириться на достаточно большую территорию. Вот. Ну, еще результаты одной работы я кратко расскажу. Это анализ летальности, то есть отношение площади поврежденной растительности к общей площади, пройденной пожарами, это такое понятие ввели наши коллеги Сергей Бартолев и Федор Стыценко. Вот. Соответственно, ну, тут у нас просто в руках для территории России есть информация, с одной стороны, все оценки за период с 2001 года по 2023, соответственно, по площадям, пройденных огнем, и все оценки, соответственно, по гибели лесов на этой территории. Ну, во-первых, это вот к вопросу о сезонном ходе, действительно, зависимости гибели от сезона. Ну, действительно, такая совершенно явная зависимость гибели от сезона, еще она зависит от, соответственно, этот ход не только от, соответственно, сезона, но и в сезоне он зависит, естественно, от типа территории. Вот. Тут не совсем нам понятно, почему смещен пик темнохвойных там ближе к весне, но вот факт остается фактом, что вот есть такая сезонная зависимость летальности лесов. То есть, если у нас пожар горит там в апреле, начале мая, считайте, что ничего не погибнет. После сентября тоже с большой вероятностью ничего не погибнет. Ну, а вот июньские, августовские пожары – это основная гибель, соответственно, лесов. Вот. Теперь, на самом деле, вот есть общая динамика гибели по всем категориям лесов, а есть еще это все можно разложить на, соответственно, разные типы лесов и, соответственно, посмотреть, есть ли динамика в различных типах леса. Ну, если, соответственно, вот красная – это, собственно, гибель. Ну, собственно, то, что видели. Вот интегрально все леса гибель растет в период, ну, вот здесь, вот, 21-й год мы считали, вот, то, например, на хвойных ничего не изменяется, а основная, собственно, основной рост, основной рост – это гибель в хвойных листопадах. На самом деле, по разным, как бы, так сказать, данным, соответственно, когда и смотрят с площади, пройденной огнем, практически просто получается, что пожары смещаются на север, и север особенно доступные регионы, соответственно, восточной и центральной Сибири, а это в основном, значит, войны листопадные, наверное, именно этим и определяется вот рост, соответственно, гибели таких лесов. Ну, и вот если во всех лесах, кроме хвойных листопадных, мы не наблюдаем явного роста, соответственно, площадей гибели, то вот рост летальности, он наблюдается уже практически во всех, ну, не только явный, опять же, в хвойных листопадных, и, соответственно, достаточно сильный рост наблюдается в темнохвойных лесах. Вот такой умеренный, но, на наш взгляд, заметный рост в лиственных, соответственно, в светлохвойных лесах и в смешанных. В лиственных, в общем, никакого роста летальности в этом веке не наблюдалось. Вот. Ну, соответственно, вот можно сделать данные выводы, которые я так или иначе уже озвучил. Ну, и уже приближаясь, я думаю, к завершению, еще небольшую часть, вот кроме вот таких, как бы так сказать, чисто исследовательских вещей, есть, естественно, имея теперь такие данные о гибели и связи ее с интенсивностью пожара, нам показалось, что грех не сделать некую технологию, которая могла бы строить карты и оценивать потенциальную гибель, соответственно, лесов от пожаров по мере развития пожаров. И такую технологию мы сделали, сегодня она работает, внедрена. Значит, ну, собственно, она во многом повторяет всю процедуру, как бы, расчета, соответственно, площадей, которую мы делаем уже по завершению сезона, но только она делает это оперативно по тем данным, которые приходят каждый день. Соответственно, есть там, конечно, отдельные детали, связанные с развитием пожарообъединения пожара, но эти все трудности нами так или иначе пройдены, может быть, в какой-то момент мы расскажем про эту задачу более детально, но вот эта задача как бы сделана, существует, она, как бы так сказать, оказалась достаточно технологичной, сегодня она у нас работает в автомате постоянно. Вот. Ну и фактически мы получаем на основе нее, вот видно, как мы сразу получаем там некую оценку гибели, можем проследить интегрально, оценивать, ну, прогнозируем площадь гибели лесов на конкретном пожаре, рассмотреть, в какие моменты возникает прирост погибших площадей, ну, в общем, такая достаточно хорошая технология, и главное, что она в конечном итоге на своем срезе в конце года дает полную информацию за текущий год, ничего не надо, в общем, больше делать, добавляем ее в статистику, видим, как меняется многолетняя динамика. Вот. Второй момент такой, на котором хотелось как бы остановиться, это на самом деле, ну, задача оценки по интенсивности повреждений, она в какой-то смысле традиционная, а кроме этого у нас всегда стоит задача оценка площадей, пройденных огнем. При этом, соответственно, мы понимаем, горит не весь пиксел, надо понять, а сколько, как бы, так сказать, в пикселе горит, как просуммировать эту площадь, можно ли, и вот возникает вопрос, можно ли это сделать на основе оценки интенсивности, то есть интенсивность уже использовать не как, как бы, так сказать, мощность горения, а как попробовать найти зависимость от интенсивности, какой процент площади в наблюдаемом пикселе сгорит. Вот. И тут у нас, ну, видно, что, как бы, так сказать, вот если мы будем геометрическую площадь брать, соответственно, она достаточно большая, а когда мы смотрим на постфактум повреждения по данным высокого разрешения, ну, видно, что площадь меньше. И вот у нас есть некие технологии, которые пересчитывают просто по контурам наблюдения интенсивности пожаров, там всякие зависимости, но вот спрашивается, можно ли использовать это, можно ли использовать для этого информацию о интенсивности горения. На самом деле у нас есть тоже, как бы, под рукой оказалось такой достаточно уникальный, как бы, набор. У нас есть более, ну, почти 6 тысяч гарий, которые уточнены за разные годы, вот за 10 лет, за 9 по 19 год, которые уточнены и границы по высокому разрешению. И, соответственно, это примерно 2,5 миллиона пикселов фрпс. Для 2,5 миллиона пикселов фрпс мы, соответственно, знаем, что внутри сгорело. Причем мы знаем, кроме этого, мы знаем, что, соответственно, полтора миллиона пикселов из этих, там горение наблюдалось не один день, а, соответственно, оставшийся миллион – это одномоментное горение. Ну, вот, и на основе этого мы сделали, соответственно, по похожей, ну, нет, не по похожей схеме, мы сделали следующее. Мы сравнили, мы попытались построить зависимость фрпс-а, вероятность, соответственно, какую часть пиксела, с какой проходит огонь при каком фрпс-е. Ну, такая как бы вероятностная штука. При этом только, значит, такую зависимость мы с одной стороны сделали для тех пикселов, которые горели, но один день как бы в году. Это то есть мы вот знаем, что здесь сгорело и знаем, сколько сгорело. Вот на основе этого, в зависимости от фрпс-а мы смотрим, какая доля пиксела должна сгореть. И такая зависимость у нас тоже есть. И другая зависимость, когда мы знаем, что мы наблюдали эту территорию много раз – там, на самом деле, есть вот случай, когда мы наблюдали там до 30 раз, и тоже смотрим, сколько сгорело, смотрим, какая доля в этом случае горит. Ну и тоже получаем такую вот зависимость. Ну и комбинируя эти зависимости, соответственно, для тех пикселов, которые горели одномоментно, мы используем зависимость от FRPSа. Для тех пикселов, которые горели многократно, по-моему, с двухкратного, соответственно, мы используем зависимость от количества раз наблюдения данного пиксела. Ну и на самом деле, соответственно, у нас вот мы сравнили, получилась достаточно хорошая зависимость. И, в общем, такой метод соответственно, тоже, видимо, можно использовать. Ну, два слова буквально, что нас ждет, над чем мы работаем, соответственно, вот в настоящее время, но мы понимаем, что в следующем году, это физически последний год фактически работы, дай бог, чтобы это доработало, приборов MODIS, нужно переходить на какие-то другие, соответственно, источники данных. Ну, наиболее естественно, переходить на вирс, и, соответственно, но с переходом на вирс, тут есть некоторые вопросы. С одной стороны, мы будем получать гораздо более детальные, ну, собственно, это уже там, так или иначе, строится, карты MAX FRPS, да, они в чем-то похожи, насколько нам придется провести перекалибровку именно для вот данных вирса, пока для нас непонятно, годы, но такие работы ведутся. Конечно, хотелось бы перейти на данные российских спутниковых систем, но тут, к сожалению, есть такие ограничения, которые есть как в действующих соответственно системах, так и, похоже, в планируемых, пока непонятно. Основное ограничение это порог насыщения в канале 4 микрона 331 градус Кельвина, ну и вот видите, соответственно, это будет соответствовать всего соответственно сейчас FRPS 32 мегаваттам для этой температуры будет соответственно где-то так получаться FRPS, в то время как по Модису удается дойти до ограничения 327 килограмм. Ну и вот синим закрашена вся та область, которая на МСУ и мэрии нам просто недоступна. Есть, правда, всякие попытки, надежды, что, может быть, мы вот в области синей сможем реализовать какую-то схему, где неявным образом восстанавливать температуру, наведенную, ну, как бы, зависимость температуры по четвертому каналу восстанавливать что-то в третьем. Задача нетривиальная, хотя в этом направлении работы ведутся, но там тоже, соответственно, беда в том, что там тоже есть насыщение, за которое там 315 градусов, по-моему, 317, ну, два канала у них разные, один 315, другой 317 градусов Кельвина, и, соответственно, за эти тоже насыщение, и за это насыщение, ну, если анализировать данные МОДИСа, вылетает все равно около там 8, там, 7-8 процентов наблюдения, а это, кроме все прочего, наблюдения с максимальной гибелью, как бы, так сказать, поэтому, вот, переход на российские вызывает пока у нас достаточно большие сомнения. Ну, и в заключении я хочу сказать, что, конечно, вся эта работа, она, соответственно, ее возможно было сделать только на основе очень больших объемов информации, которые были собраны у нас в ИКИ, и вот, соответственно, фактически в этом участвовали большинство наших сотрудников нашего отдела. Особую благодарность мы, как бы, так сказать, выражаем Федору Стеценко, Славе Егорову, Ивану Балашову и Михаилу Бурцеву, ну и, конечно, вот, без той разработки, которая сделана в лаборатории Сергея Александровича Порталева и карты, и, соответственно, методы оценки повреждений по изменениям в растительном покрове, ну, эта работа была бы невозможна. Спасибо большое. Спасибо, Евгений Аркадьевич. Переходим к вопросам. Я знаю, что уже есть какие-то вопросы в чате. тогда микро-профор. Там подозрительный вопрос. Да. Если интегральная площадь вот эта, да? Да. Если интегральная площадь погибающих лесов осценирует, то что? Так, Евгений Аркадьевич, вы можете как-то прокомментировать этот вопрос? Кажется, что интегральная площадь погибающих лесов должна быть взрослой. Но это имеется в виду гибель в конкретном месте, коллеги. То есть, соответственно, что если мы наблюдаем какую-то территорию, то соответственно, и наблюдаем мы ее в этот год, в следующий год и так далее, то процент гибели только увеличивается. Ну, в принципе, как бы так сказать, как считать, но в принципе логично считать, что так. Но надо понимать, значит, вот здесь хочу сказать, что вот все вот эти оценки, которые мы делали, это на самом деле, наверное, было правильно это сразу сказать, это сравнение с гибелью в год пожара. На самом деле, гибель интегральная от пожара, если ее там посчитать через несколько лет, гибнет там примерно, ну, меня там могут поправить более профессиональные люди, которые понимают про лес, но гибель может наблюдаться следующие там два, три, четыре года. где-то так. То, что здесь мы, ну, собственно, такая технология, как бы так сказать, она может быть реализована и на сравнении с данными там, постпожарной накопленной гибели. Просто таких данных у нас нет, продуктов. Есть еще от Евгения Пономарева. Хорошо, это очень хорошо. В смысле, он... Ну, пожалуйста, озвучьте свой вопрос, мы вас слушаем. Здравствуйте, коллеги. Да, вот мы слышим вас. Мы слышим. Евгений Аркадьевич, большое спасибо, вы очень такой познавательный доклад обобщили многие свои результаты, представили в компактных таких компактных слайдах изложений компактно. Вопрос возник по поводу целого ряда графиков, вы приводили. Ну, они все вот в координатах FRPC, FRPS и, значит, вероятность у нас по оси Y. Ну, там в разных местах упоминались эти графики, они приводились. Вот, что обращает на себя внимание. Там были несколько реперных точек по мощности теплоизлучения 10, 100 и 1000. На вот точке 100 наблюдается некоторый такой изгиб кривой, который, ну, вот я... попробуем вернуться. любой какой-нибудь график. Я его не могу просто так навскидку объяснить, ну, вот с ростом интенсивности, повышение вероятности, мне понятно, а вот этот вот изгиб, это какой-то вот нюанс, который, который, наверное, требует объяснений, может быть, там более детального анализа, что нужно учитывать. Сейчас я домотаю, тут, к сожалению, длинные. Вот, вот это, допустим, эти, да, допустим, эти. Ну, на самом деле, вот, нас тоже, как бы, так сказать, смущает такой резкий рост, вот, но тут надо понимать еще следующее, что больше тысячи, в общем-то, при всем обилии статистики, которые у нас есть, там статистики не очень много, вот, и если у нас где-то были нарисованы доверительные интервалы, сейчас вот я найду, сейчас я не в ту сторону, вот, ну вот, вот, вот поинтегра, вот на самом деле можно посмотреть, что доверительный интервал вот этой кривой, он растет, то есть, если при малых ФРПС у нас, соответственно, ошибка, там, маленькая, то, конечно, при больших, за счет малой статистики, тут, ну, видно, что, на самом деле, этого роста, он, ну, если в коридор, он и без роста попадал, без увеличения скорости роста. Пока мы для себя, соответственно, ответили на этот вопрос, что это просто недостаточность статистики, но, может быть, это действительно требует каких-то дальнейших обсуждений. Это я понял ваш ответ сейчас про вот эту вот крайнюю зону справа, но вопрос-то был про как раз вот перелом, перепад на рубеже, там, порядка 100, ну, мегаватт, наверное. Ну, где-то там 70, да. Да, как будто бы нормальность распределения соблюдается, а потом вдруг пошел, ну, какой-то бинормальный этот вот склад, чего-то, что-то там. Ну, тут, как бы, так сказать, ответа окончательного готового у нас нет. Наверное, это следует поисследовать, почему при таком росте. Ну, тут может быть, на самом деле, еще такой эффект, который связан, ну, как бы, вот эти все высокие фрпсы, они одновременно могут быть и, как бы, пикселами, где много дней горело. И там, может быть, соответственно, такой кумулятивный эффект, что горение нескольких дней, большей площади там и так далее. но так однозначно сейчас ответить не может. Хорошо. Если позволите, модератор, если позволит, у меня еще один вопрос, там, где вы разделяете весенние и летние пожары, ну, как раз это вот сюда нужно и посмотреть, как раз красная и синяя кривая, да? Я, значит, хотел бы вот заметить, что тут есть такой нюанс, потому что весенние пожары это совершенно определенные природные зоны и типы леса, разнотравные какие-нибудь, что-нибудь такое, то есть сухая трава после схода снега быстро сохнет и пожары возможны. Ну, я не говорю сейчас про там сельхозполы и прочее, а вот летние пожары это все-таки пожары более в северных территорий, бареальных лесов и там действительно долгое время сохраняется вот этот вот высокая влажность корючих материалов и пожары невозможны. И мне кажется простое деление на летние и весенние не совсем корректно, да, я видел этот ваш слайд, где вы тут по это не типолица, это древостоин, наверное. По древостоин вот разделяете. То есть вот такой подход наверное более корректен, чем просто рассматривать весна-лето. Я с вами абсолютно согласен. Это в качестве комментариев, конечно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Евгений, конечно, тогда я воспользуюсь своим правом. У меня вопрос дополнительный вот к аспектам кумулятивным. А почему все-таки из каких соображений выбрана была максимальная ФРПС, скажем накопленная ФРПС для данной точки? Может быть это была боль какая-то объективная характеристика? Ну дело в том, что мы делали эксперименты из накопленной ФРПС, но просто получается так, что мы можем там ну неочевидно, что если у меня там тлеет какой-то кусочек участка много дней, я его сложу, получу большой ФРПС. Идея понятна. Если уже я взял в какой-то момент я точно знаю, что там большой ФРПС, значит там уж точно много маленьких пожарчиков не эквивалентно большего. Ну на самом деле как бы наверное можно строить и такие зависимости, формально все равно, что братья и какие карты строить, но соответственно там в какие-то моменты просто возникают некие странности в статистике, которые плохо там объяснимы и это скорее всего как бы так сказать свидетельствует о том, что мы коррелируем не тут, не учим. Понятно, понятно. Да, вижу вопрос, но в чате еще был один вопрос в чате простой вопрос, чем хвойные и листопадные отличаются от смешанных лесов? Ну, Евгений Иванович Пономарев наверное лучше расскажет. Переадресую немного вопросов Евгений Иванович не могли бы прокомментировать? Нет, ну на самом деле хвойные и листопадные это лиственница, вот, а смешанные это разные типы лесов на одной территории. Если я не прав, Евгений Иванович меня поправит. Нет, все корректно, я думаю, что так надо говорить. Все правильно. А у лиственницы реально хвой опадает? Да, я не знал. За мной смотри, у нас тут растет лиственница. евгений Иванович ну все очень глобально. А к примеру, я не вижу анализа, почему Калининградская область горит вовсю, а рядом те же земли восточной Пруссии, что Польша, что Литва, но пожары надо искать. Ну во-первых, какие пожары? Горит вовсю сельхоз Павл. Ну вот такая у нас как бы схема земледелия. Слышу ответ. Второе, то же самое пойма, Астраханская пойма. До при советской власти пожаров практически не было. Сейчас горит страшное дело. что случилось? Я вам о прогнозе и о законодательстве. О законодательстве. Нет. Нет, это только дело в том, что до 92-го года работал там целлюлозно-бумажный комбинат и пять колхозов собирали тростник, чтобы делать картон. А дальше это дело свернули и стал он просто мешать местным фермерам. Его выжигали. А раньше это было государственное все и не приведи Господь. Но могу другой пример привести. Значит вот там Забайкалье грубо говоря там веками отжигали степь. Веками как бы так сказать. Это был такой совершенно нормальный процесс как бы так сказать соответственно что степь жгли раньше сходила трава там кормили стада там я не знаю что. А потом запретили жечь это все хозяйство. А когда жгли веками жгли все знали в какой момент жечь что надо жечь когда степь без снега а в лесу еще снег пожар не уйдет в лес. А потом как бы так сказать контроль сняли а уже как жечь забыли. и это вот в какие-то моменты привело к просто катастрофическим пожарам. Поэтому все по месту. Где-то надо жечь где-то не надо жечь. Я не специалист не могу так. Так вот возвращаясь к Калининградской губернии и то что уже дальше смотрел эти пожары как и лично если у нас вдоль дорог и далее чертополох метровая сухая трава ветошь зажигается пожары даже самопроизвольнее либо особенно вдоль дорог от лишнего нагрева черного асфальта до 80 градусов либо от летящих истр переезжаешь границу и тут же посажена везде газонная трава либо несколько раз в году хорошо раскачивают поэтому вот если у нас вдоль дорог в той же Беларуси в России все говорит там пожары единичные не все так плохо кроме всего прочего вы вот так так сказать все это уверенно утверждаете что эти пожары да там много пожаров вдоль дорог вот конкретно Калининградская область там надо детально разбираться можно же узнать это пожар на соответственно поле пожар вдоль дорог пожар ну на самом деле вот про Калининградскую область я думаю что вы не правы про пожары вдоль дорог в Сибири я думаю что вы правы то что это антропогены там и там это правильно то что как бы так сказать выжигаются поля это тоже факт и думаю что это судя по тем гарем которые мы видим там не только в Калининградской области ну это такой факт там ну есть с этим борются где-то лучше где-то хуже вот и все по поводу того что не ну как бы так сказать не горит там в Европе там и так далее ну там другая схема хозяйства ну что к нам вопрос какой я говорю я не увидел генезиса массовых пожаров когда смотришь на все эти карты к ним подставляешь карты концентрации метана в нижней атропосфере и что что в России что в Китае что в Японии даже зимой Евангелие мокрое идет метановое облако и тут же возникают десятки пожаров это фуфу под ним это говорю это Евангелие это вот про генезис это не тема доклада как бы так сказать мы достаточно много занимаемся по воле там ну так параллельно и вопросом там источников того всего пятого десятого то что вы говорите в это верится очень мало мы сейчас на самом деле достаточно много тоже занимаемся там выбросами там так далее там поэтому есть фантазия есть реалия я считаю что то что вы говорите фантазия спасибо еще вопросы какие-то аудитории да пожалуйста да можно да здравствуйте я физического факультета МГУ в кафе-то математики вот большое спасибо за очень интересный доклад у меня вопрос вот у вас ближе к концу презентации вот на 47 по моему слайде там есть у вас картиночка где вот для конкретного пожара да в разные моменты времени у вас нарисованы вот эти вот графики фрпс и по сути картина его распространения да вот вопрос где где эти графики можно получить для конкретного пожара в разные моменты времени да как это вытащить потому что мне интересно для конкретных моментов времени пожара именно фронт горения как выглядит профиль пожара вот мне вот это вот интересно Вот вопрос, как это получить и где это можно взять, если это в открытых источниках вообще. Ну, фронт горения, на самом деле, можете... Значит, вот есть такая система, там, Vega Science. Это один из механизмов доступа к данным ЦКП и КИМониторинг. Значит, соответственно, ну, вы можете поискать там ЦКП и КИМониторинг или Vega Science. Вот. И там, собственно, это инструмент для научных исследований. Там есть тоже данные о пожарах. Там, с точки зрения фронтов, там лучше, чем вот это. Там просто, как бы, так сказать, активные точки горения в какие-то дни пожаров можно выбрать. Значит, доступ к Vega Science для, соответственно, использования в научных проектах и в образовательных, он бесплатный. На сайте, вот, ЦКП, там, есть стандартный, там, договор, там, ну, просто обязательство не использовать в коммерческих проектах и ссылаться. Вот. И, в принципе, вы можете там это получить. Если нужно это получить на какие-то моменты вам массово, ну, напишите, соответственно, мы там, я вас с кем-нибудь сведу из наших ребят, которые этим занимаются. Мы решим это. Хорошо, хорошо, большое спасибо. Вот это вот прям нужная информация. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы в аудитории есть? Пока не вижу. У меня вопрос, тоже так короткий. Вот США, там, где была статистика, Канада, США, Россия. США, это, я так понимаю, только Аляска, естественно. Ну, да, да. Не, ну, там это северная, выше 60 градусов, там есть небольшая часть, ну, континентальная. А, ну, на Востоке там чуть-чуть. Ну, на... Ага, вот, вроде бы, площадь такая, получается, относительно небольшая, сопоставимая, наверное, с Европой, да, но в горении очень много. Нет, ну, там площадь гораздо больше, чем в Европе. Больше, да. За 60 градусов. Интересно. А, и вопрос там был почему-то, 2014 год, в котором в США было вообще больше, вот, какой-то такой провал. Это что-то с данными случилось, или реально? Нет, я думаю, что там было, просто было мало. Да, ну, очень. Можно, Дима, это можно взять, посмотреть. На самом деле, это опубликовано, есть статья на эту тему. Можно в статье посмотреть, можно вот с Димой, Дима, может. То есть, ничего такого аномального, не обращая внимание, не изучая, ничего такого нет. Интересно. Ну, хорошо. Так, вопросов больше нет, тогда нет. Я предлагаю поблагодарить докладчика. Мы можем поаплодировать. Спасибо. Да, ну что, можно констатировать, что наш семинар приобретает все больше популярности. Наверное, даже такой, о которой мы сами не стремимся. Но, тем не менее, вот. Новые форматы, о которых я уже вначале говорил, возникают вот такие серии тематические. Я надеюсь, что мы это продолжим в разных направлениях. Я предлагаю еще раз активно участникам писать и выдвигать какие-то новые предложения по тематике докладов. Поскольку у нас уже накапливается некий портфель, мы даже вынуждены там передвигать туда или сюда, в зависимости от того, как тематически близко формируется наша серия докладов. Поэтому, еще раз всем спасибо за участие в семинаре и ждем вас примерно через месяц, надеюсь. Всего доброго. Спасибо. Всем хороших праздников. Спасибо. До свидания.